Друзья, ну вот я зашла в своем городе Житнинский женский монастырь на территорию. Сегодня Вознесение Господне. Ну решила прогуляться вот и до него. Была сегодня утром в церкви иконы Божией Матери и Знамения. Но вот сейчас все-таки решила дома в монастыре пройтись. Он довольно-таки порядочный от меня, но погодка хорошая. Плюс 25. Поэтому красота. Сегодня меня Бог допускает и в церковь тоже. Приезжал к нам митрополит Тверской Кашинский Амвросий в нашу церковь. Вот. И во второе такое место меня тоже вот Бог допустил. Вот. Есть еще здания, которые он реставрирует. Конечно. Пойду в другую сторону. Сейчас вот на данный момент пошла экскурсия. Приехали, приехали паломники из города Архангельска к нам. Вот. Ну автобус вот полный большой. Вот как не старый, кажется, современный большой автобус. Сколько там человек? 50. Входит. Здесь тоже так на территории вот хорошо. Приятно. Какие-то сразу вот ощущения. Все же не зря строят такие вот монастыри, церкви на таких местах хороших. Хороших. Вот так. Вот здесь такой посреди небольшой крест. Вот здесь трапезная, даже видно. Там уже трапеза прошла, теперь до ужина, потому что туда не попадешь. Вот колокольню. Сейчас покажу колокольню. Там большой колокол, маленький. Звонарь туда поднимается. И происходит звон. Звонарь туда поднимается. Ну да. Со мной молодой монах сейчас поговорил. Здесь тоже на территории есть гребеные. Видимо тоже, которые здесь служили при монастыре когда-то. Вот еще строительство, ремонт идет. Вот. Здесь есть трапеза. И вот еще трапези. Корректор. Камер. Беларусь. Камера срабатывает. А вот здесь. Я не знаю, что это. В школе. Ну пока это нет, мы собираемся. А, берем. Продолжение следует... Монастырь действующий, поэтому здесь есть вот и эти самые монашки же, и послушники ходят, и экскурсия. Поэтому... Здесь тоже у них цветочки везде ухаживают. Тут вьется большая посидимость, вот этот виноград в глазах. Видите, все-таки красиво, ухожено. Ну, стройка, да. Ой, там какое дерево. Я даже не знаю, это что. Как оно? Леандр или как? Я даже не знаю название. И даже не могла представить, что у нас такое может расти. Вот это что за дерево цветет, не знаю, но очень красиво. Первый раз вижу, что в наших местах вот такие есть деревья. Вот такие вот, такая елочка тоже красивая. Вот часовенько попало, он их тоже пошел туда. Ой, какие махровые тюльпаны. Красота. Вот. Вот, друзья, вот мы сейчас прошли. Ну, где вот ремонт, конечно, я туда же не пойду. Вот туда и не пройдешь. Там огорожено. Вот еще большая территория. Ну, там дальше, где не пройти, там, значит, здания все, видимо, где проходят занятия. Вот разные там. Тут же и вон девочки ходят, послушания всякие. Поэтому сейчас иду на выход на территорию предмонастырскую. Вот у них тоже здесь все обдумано, продумано для детей, для отдыхающих. Кто вот приходит, приезжает с детьми, здесь есть площадка. Сейчас я покажу для детей детская. Вот. Все очень хорошо продумано. Вот. Вот здесь с детьми, когда приходят, открытая такая беседка в дождь. Здесь вот тоже всякие вот игровые качельки, машинки. Все как бы сделано для тех, кто приезжает сюда с детьми. Ну, и так, собственно, вот когда идешь... Вот сейчас я вышла на сторону озера. Вот. Вот наш телегер появился на горизонте. В общем, очень красиво здесь. Благодатное место. Паломников много. У столовая вся витком занята. И поэтому... Вот, поэтому... Видите, еще есть вот площадочка для детей. Играть можно. Баскетбол. Вот. Скамеечек много. Вот. Все. Вот, товарищи, и вышла я на эту сторону, где... Вот там, видите, здания издалека тоже видны и просвечиваются через даже вот эту решетку. Но я мимо пойду, сейчас я подсниму. Он уже сколько здесь с детками, он все играет. Это, наверное, из города половину пришли. Какие-то дети из монастыря. Воспитанники монастыря. А вот наш бескрайний, красивенный наш Селигер. Ну как, его можно назвать батюшка. Селигер батюшка. А Волга матушка. Поэтому у нас, да, так. Селигер батюшка, Волга матушка. Красиво, товарищи. Воздух вот этим бризом таким. Запах от волн. Я не передам. Конечно, это надо... Сейчас-то оно на краешек обрыва такого небольшого. Вот. И вам сниму. Вот. Это наш Селигер, который проходит вокруг всего города. В общем, не заблудитесь. Куда не пойдете, везде будет Селигер. Когда пойдете вот до конца идти, идти. Как говорится, везде озеро. Вот. Ну, отдохнуть у нас, когда тепленько есть. Даже когда зимой, если хорошая зима. Ну, а летом, если вот так солнечно-тепло. Очень много мест прекрасных. Так, идем дальше. Вот. Сейчас я выйду на Сверху. И покажу еще здание там. Даже когда, бывает, проходишь. И, значит, слышно, может, музыка, занятия там. Потом хоровое пение. Вот. То есть, вот дети, которые при монастыре живут. Ну, естественно, у которых нет, наверное, я так думаю, родных. Или, может, есть и сами понимаете, по какой причине они здесь. Вот. Очень прекрасно. Красиво. Вот. Ждали, ждали. И дождались мы. Такого теплышка. Солнечного. Все. Все. Расцветает. Зелененькие листочки. Это прелесть. Сейчас я уже подойду. Вот они. Здания все. Это монастырские. Тоже монастырская территория. Вот у кого, видимо, какие послушания. Но столько здесь детей. Здесь же их ко всему обучают. Там также и труды. И все преподаватели учат шить, петь, вязать, танцевать. Все здесь есть, как в обычных учреждениях учебных. Может, даже и что-то больше. Потому что здесь учат уже и готовить. Ну, очень многому девочки выходят. Как бы готовые, можно сказать, к самостоятельной жизни. Вот видите, там вот я здесь могу снимать. А если туда на ту территорию, все уже запрещено. Запрещено. Но я вот отсюда вот поснимала. Все на территории. Вот там на территории мы были. Поэтому... Ну, сейчас вот все. Дальше идем. Дальше идем. Дальше идёт прогулка. Либо гуляет. Просто... Просто смотрим природу. Наслаждаемся видами. Селигера. Просто гуляем вместе со мной. Кому не скучно. И кому интересно. Ой, как мне нравится. Товарищи, это... Это непередаваемое. Это прелесть. Это красота. Как я люблю вот это всё. Люблю природу. Ой, в любом виде. В любое время года. Люблю. Ну, а кто вот всё прекрасное не любит, не знаю. Вот я сейчас ещё вот эти здания сниму. Всё уже дальше за... Уже съёмка запрещена. С той стороны можно ещё снимать вход и всё. Вот эти цветники. А здесь уже запрещено. Вот. Вот идём дальше. Здесь такой воздух. Такая красота. Детям очень хорошо, конечно, здесь дышатся, гуляются. Рядом лес, озеро. Птички поют целыми днями. Ой, а я сегодня тоже проснулась утром. Потрели соловья. Ой, соловушка так пел в 4 утра. Меня в 4 утра всегда будет кот мой Лёва. А сегодня он ночь не ночевал. Видимо, я, может, переживала как-то про себя. И вот в 4 часа уже привыкла. Лежу в кроватке. Ага. И соловушка. Такую трель пел это вообще. А здесь, вон они, разные птички, поют целыми днями. Сейчас я ещё вот здесь вот в озеро. Ну, а что вот? Сколько гроза или две уже было? Ну, вот сегодня обещают грозу ещё одну. Так что, ребятки, после третьей грозы у нас можно купаться. Милости просим. На селе герб. Красота. Волны. Такие хорошие. Вот пока погода, я решила пройтись. А то обещают сейчас усиление. К вечеру ветра, гроза, дождь, ливень. Вот. Ну, как бы, да, так. Парит. Парит. Вот дойду. Хотела до острова дойти. Не знаю. Успею, чтобы обратно ещё. Всё-таки до дома порядочно. Ну, даже не порядочно. Далековато. Зашла Любаша. Далековато. Но это хорошо. Ходить полезно. Ходите пешком. Движение – жизнь. Всё полезно. Ну, вот сейчас на этой ноте я пока закончу. Может быть, второе видео. А пока вот так. Ну, а может, или продолжение сделаю. Посмотрим. Ну, вот сейчас на этой ноте я. Поехали. Смотрим. Движение.